всем привет друзья впереди новый год вот самый конец ноября мы решили снять вот такой необычный видео обзор на виниловые проигрыватели этот ролик будет долгожданен для тех кто продает в своих магазинах усть каменогорск астана алматы данные виниловые проигрыватели ну и для тех кто хочет понять а можно ли приобрести проигрыватель по цене 45 60 тысяч деньги 150 200 и получить тот эффект как допустим а тех проигрыватели которые стоят несколько миллионов причем без усилка и без колонок сразу угорчу вас нет этого эффекта вы не получите но что вы получите самое главное это конечно же винтаж это ностальгию это возможность приобрести уже готовое решение в котором будет представлен и виниловый проигрыватель и в некоторых моделях и радио и возможность прослушивать сиди диски и возможность даже заниматься оцифровка сегодня мы вкратце представим вам несколько брендов это ленка это alive и это кросли начнем с ленка можно подойти даже немножко поближе будем снимать разом без всяких обрезок я постараюсь это все сделать очень очень качественно постараюсь так что перед вами модель ленка вообще история ленка очень глубокая все это появилось в швеции сейчас головной офис находится в нидерландах ну а завод как вы знаете конечно находится в китае так что если покупатель будет задавать вопрос это оригинал да это оригинал только страна производитель гонконг китай стоит отметить то что на данный проигрыватель компания предоставляет гарантия ровно год здесь мы видим вот вообще при продаже любого винила проигрывателя стоит обратить на основные функции сейчас мы вам их предоставим во первых когда у вас хотят приобрести винил вы проигрыватель нужно задать вопрос покупателю что он хочет от этого винила получить то есть если вы хотите вам супер качество, чтобы вот такое качество было высокое, как вот знаете в песне, не помню каких исполнителей, по-моему, дискотеки аварии «Соседи вешайтесь, подонки». Нет, такого не получится. Вы получите вот такой вот приятный, вот эта, кстати, коробочка, приятный винтажный проигрыватель, который имеет вот такую очень интересную крышку, состав основной это дерево, все выполнено в таких приятных тонах. У всех проигрывателей имеется разная скорость, это 33, 45 и 78, но сразу скажу, что все виниловые пластинки, которые у нас представлены, они представлены под скоростью 33, 45 это вау-бомба, 78 это в основном сингл, один там или два треком в одной пластинке, так что здесь мы получаем сразу, если мы продаем виниловую пластинку, объясняем покупателю, что здесь 33 скорость. Далее, что же такое стерео и моно? Любители исторических, там, не знаю, изданий пластинок и виниловых проигрывателей, наверное, знают, что такое моно. Моно это одноканальный звук, то есть в одно ухо слушаю и в принципе самое крутое, что я получаю, это оригинальную пластинку с тех времен. Такого удовольствия сейчас вы уже не получите, потому что сейчас основная наша поставка это Голландия, немножко Чехия и Германия, и в основном все создается элемент стерео, то есть грубо говоря, вот сколько у вас ушей, так вы и слышите все это. Анель, можешь меня поправить. Стерео это... Это... Что? Объемный звук. Вот здесь вот находится наша коллега, которая мне в этом помогает. Да, стерео это объемный звук. Так что все, кто задает вопрос, хочу получить моно, не получите. Моно зависит в первую очередь от вашего аппарата, естественно, и от самой пластинки. Ни то, ни другое в наших магазинах вы не найдете. Слушаем стерео. Идем далее. Какие здесь еще очень такие подобные расшифровки представлены. То есть в этом проигрывателе Ленка. Вы можете слушать модель TCD2500. Здесь вы прослушиваете винилые пластинки. Далее, круто, мы можем слушать CD, плюс к этому MP3. Далее вы можете подключить USB. Естественно, прослушивать музыку через USB-флешку. Еще, чтобы я добавил, про скорость я говорил, конечно же, радио. Слушайте свое любимое радио. Я обожаю слушать Европу Плюс по субботам Еврохит ТОП-40. Вот. Идем далее. Здесь мы видим колонки, то есть двойные колонки по приблизительно по 10, не ошибаюсь, по 10 ватт. То есть по 10 ватт это означает, что в среднем, если в простом проигрыватель, можешь мне предоставить вот этот проигрыватель? Вот в таком проигрывателе вы получите колоночку с мощностью по 5 ватт на каждую колонку, то здесь уже, естественно, производится это немножко все мощнее. Проходите, пожалуйста. Идем далее. Следующий немаловажный момент, чтобы я добавил, это оцифровка. Это крутая возможность и функция. То есть в комплекте предоставлен специальный шнур, который позволяет вам этот проигрыватель подключить к компьютеру. И, естественно, ваши любимые мелодии с винила все это перевести и оцифровать на компьютер. Тоже круто. Во многих моделях еще присутствует однофазный и двухфазный блютуз, но так как в этой модели этого блютуза нет, мы сейчас про это говорить не будем, поговорим немножко позднее. Блютуз это тоже достаточно полезная функция, которая представлена в бюджетных проигрывателях. Ну и что бы я еще добавил, в комплекте есть такой специальный маленький пультик, который позволяет вам еще и дистанционно, когда вы там отдыхаете, в кресле лежите, камин электрический наш подключили, пивко или там вино попиваете, включаете любимую музыку, слушаете, отдыхаете. Так что, коротко и ясно, перед вами модель Ленка, нидерландского правообладателя, ну и завод находится в Китае. Это объемная модель, она не дешевая, она стоит приблизительно 175 тысяч тенге, хотя в бюджетной версии можно найти за 50-60. Это винтажная серия, которая позволит вам просто вспомнить, что такое, как вот эти проигрыватели называются, Виниол? Радиол, да, Радиол, вот такая вот тема с 50-х годов, вот перед вами такой некий Радиол приемник, который позволяет еще ему зло слушать. Но еще добавлю, что есть модели, в которых представлены еще и кассетники, то есть можно еще слушать кассеты. Эта модель стоит дороже, у нас ее сейчас нет в продаже, но надеюсь, в скором будущем она у нас появится. Так что любим Ленка, продаем, рекомендуем. Все это еще хорошо срабатывает визуально, когда вы показываете. Не ленитесь, доставайте в ваших магазинах проигрыватели, демонстрируйте их очень аккуратно, ну и не забывайте, что в комплекте есть блок питания, который необходимость, у каждого блок питания может присутствовать своя ватность. Ни в коем случае разными блоками мы не подключаем проигрывателя, как бы существует теория опять же браков, взяли один проигрыватель, на проверочном столе находится совсем левый блок, мы включили, раз все сломалось. Нет, нужно именно использовать оригинальный блок, который представлен в комплекте. И, конечно, когда вы будете демонстрировать и показывать, и включать всю мощность, покупатель будет понимать, какой продукт он получает. Чтобы избежать возвратов, вам необходимо все это демонстрировать, потому что существует ожидание и реальность, и чтобы получить эту реальность, ее нужно видеть. Ну что же, а мы идем дальше. Так, следующая модель это кросли. Кросли от американского производителя. Известный бренд. Опять же, завод находится в Китае. Сейчас мы вам покажем модельку, которая стоит 80 тысяч. Ну, я вижу, смотрите, такой золотистый цвет. Это такой сундучок с сокровищами. Ну, естественно, целлофанку эту потом можно убрать. Открываем. Вау! Смотрите, как выглядит все красиво, все понятно. В функционале кнопок очень легко разобраться. в микшерах тоже. Здесь одна кнопочка, кстати, включить и выключить, Возможность подключить наушники, почему бы нет. Ну, и давайте поговорим про эту модельку. Сейчас, опять же, расскажу немножко, какие функции представлены в этой модели. во-первых, эта тема, она такая, я бы так сказал, чисто винтажная. То есть, во-первых, мощность здесь минимальная, по 5 Вт на каждую колоночку, хотя специалисты, такие как Александр Корнев, не каждый знает, кто это, спорят, что здесь вообще 0,1, но мы отталкиваемся от интернет-магазина. И, кстати, заходите почаще на наш сайт, потому что там указана подробная информация по всем проигрывателям. Теперь поговорим про Bluetooth. Вот здесь Bluetooth уже есть, он бывает односторонний и двухсторонний. Что такое двухсторонний Bluetooth? Это возможность, во-первых, подключать как сюда свои мобильные устройства, так и обратно вы можете выводить звук на колонку. А вот если одностороннее, одностороннее устройство, то это означает, что вы можете подключить сюда только мобильный телефон. А вот, к сожалению, колоночке JBL или к чему-нибудь другому этот проигрыватель вы подключить не сможете. Кто-то скажет, что зачем подключать, я же могу просто приобрести портативную колонку и слушать музыку там, не знаю, в формате MP3, CD, неважно. Самое главное, опять же, это винтаж. Вы открываете вот этот чемоданчик, запускаете пластинку, опять же, на скорости 33. Стерео, запомните, только стерео. Еще, смотрите, давайте поговорим про выходы. Что здесь есть? Здесь есть AUX, то есть line-in, возможность подключать, ну не знаю, ваш MP3-шник, может у вас CD-проигрыватель есть или еще какое-то устройство без колонок к этому проигрывателю и опять же, все это будет выходить через маленькие 5-ваттные колоночки. Ну и стандартно мы это называем RCA, верно? То есть специальный разъем для шнуров, который позволяет вам сюда еще и подключать какие-то колонки. Но опять же скажу, больше 20 ватт этот проигрыватель осиливать не будет. То есть, если вы поставите мощную, здоровенную колонку, врубите по полной, то вы услышите не просто качество звука, а песчание, которое вас оттолкнет от этого проигрывателя. Так что мощные колонки мы сюда не подключаем. Смотрите, с обратной стороны сразу вся... Вот в предыдущей модели на коробке прям информация была указана полностью. Здесь как бы такой информации нету. Вот она здесь, кстати, сбоку есть. Кто не знает английского языка, опять же, можно все перевести. Частично, что я здесь вижу? Я вижу, что стереозвук, возможность, как я говорил, подключать через шнуры коронки, коронки, ага, коронки, не будем вырезать, коронки можно подключать, но еще и колонки. Вот, далее, подключать джек-наушники, три скорости, как мы говорили, присутствовали, присутствует блютуз туда-обратно, ну и в целом вот такая прекрасная модель представлена перед вами. Ассистент говорит, что я ничего не забыл, вот, так что мы идем дальше. Прошу любить и жаловать, кросли, недорого, но дерзко по-визуальному, а также в дополнение еще не мешает эта петличка. Вот, и еще широкий выбор цветов, то есть мы выбрали такой для вас богатый цвет, но если кто-то предпочитает однотонные цвета, такие как синий, черный, я думаю, что на нашем сайте вы увидите всю эту палитру цветов, так что слушаем винтажный проигрыватель вместе с меломан Марой, а мы идем дальше. И вот смотрите, еще какая фишка вот в этом проигрывателе присутствует. Мы определили, что это юбилейная версия, и в комплекте есть специальная салфетка, которая приводит в порядок ваши виниловые пластинки. Кстати, если говорить про расходники, не забываем, что для сменки в дальнейшем смены чего-либо, какого-то аксессуара, здесь необходимо будет менять тот самый картридж с иглой. Картриджа с иглой в среднем насколько хватает? А вот у чайника, который первый раз просто взял, но пытается пользоваться аккуратно на полгода, на год. Да, расходники у нас продаются. У нас продаются два картриджа в комплекте по цене 9,990. То есть можно не переживать за то, что что-то сломается и что-то не восстановится. В принципе, наши бабушки, дедушки именно делали так 80-х, 90-х ломается игла, проигрыватели все пластинки в подвал, как это было у нас и в конечном счете все забывают о виниловом проигрывателе. Сейчас это очень актуально, в особенности у тех, у кого сохранились вот эти винтажные гаджеты и аксессуары. Ну что же, а вот теперь перед вами поистине тот самый Радиол Винтаж из 50-х, который представлен в 2022 году. Перед вами бренд Alive. Многие говорят, что это Америка, но я вычитал, на самом деле это британский бренд. Завод опять же находится в Китае. Перед вами вот такой вот винтажный проигрыватель, в котором, как мы видим, и кстати, вот здесь вот очень полезная информация. Сейчас, кстати, и вычитаю, чтобы я предоставлял для покупателей в наших магазинах. То есть, это классическая серия, которая имеет опять же три скорости пластинок 33,45, 7,8, но напомню, у нас какая скорость? Правильно, 33. Идем далее. Bluetooth Playback, то есть возможность опять же подключать Bluetooth. Возьмите свой мобильный телефон, подключите Bluetooth и свои любимые треки слушайте на этой радиоле. Далее, AUXX-IN. Опять же, все музыкальные гаджеты, у которых отсутствуют колонки, вы можете подключить все эти устройства через AUX, к этому проигрывателю и наслаждаться вашей музыкой. RCA, опять же, стандартный шнур, позволяющий подключать колоночки отдельные, ну и здесь еще есть FM-радио, как без FM-радио, потому что мы видим, что здесь есть настройка частоты, опять же, слушайте вашу любимую волну, подключайтесь к Европе, плюс Energy, русское радио, все это очень интересно. Вот такая модель, я считаю, что такую модель необходимо открывать и демонстрировать, потому что то, что вы видите здесь, это одно, когда мы открываем, ну не хочу я вот эту заводскую упаковку вскрывать, она так выглядит красиво, но когда вы открываете и показываете, это совсем другое, да, и опять же, объясняем покупателю, что с крышкой нужно пользоваться очень аккуратно, я считаю, что эта часть, этот замочек, он достаточно хрупкий, по большей части здесь приставлено дерево, и обязательно в комплекте есть блок питания, который, как я вам говорил ранее, необходимо обязательно использовать в родном проигрывателе, то есть мы не эксплуатируем другие блоки питания, а используем только оригинально, в комплекте всегда во всех проигрывателях присутствуют мануалы, которые позволят понять покупателю хоть и на английском языке, а может быть и на наш сайт, можно зайти и все это увидеть, основные функции и потенциал проигрывателей, ну что же, мы переходим к финальной части, ну что же, друзья, подытожим, кстати напомню, что мы находимся в самом привлекательном магазине не только города Алматы, но наверное всего Казахстана, магазин Меломан Грант, именно здесь остался тот самый кусочек винтажа, а самое главное кусочек нашего любимого меломана, которому в этом году исполнилось 35 лет, так что широкий ассортимент проигрывателей, пластинок, дисков и даже аудиокассет, которые, как ни странно, здесь появились, можно приобрести и найти именно здесь, ну что же, а мы перейдем к самому основному, сегодня прошел небольшой обзор на наши проигрыватели, мы представляем четыре основных бренда, где они находятся и какой стране принадлежат, об этом мы уже говорили, Кросли, Ленка, Алайв и Ион еще есть, да, такая серия, средний ценник, можно приобрести винтажный проигрыватель от 50 тысяч тенге и до 150-200, в зависимости от функции, есть CD, нету CD, какие колонки, 5-ваттность, 10-ваттность, 15-ваттность, то есть все это еще цена зависит и от мощности, но самое главное, вы приобретаете не профессиональный агрегат, вы приобретаете ту самую винтажную, вот эту искру, которую вы хотели бы получить, но не тратить несколько миллионов тенге и более, да, потому что ограничений по цене, поверьте, нет, так что эти проигрыватели уже готовы к использованию, держите сам проигрыватель, небольшое усилок, который встроен в систему, и также еще и колоночка, купили, открыли, включили и приступили к действиям, ну и конечно же, наши пластинки, которые представлены в широком ассортименте, это саундтреки, это легендарные рок-группы, метал-группы, попса, сольные исполнители, так что все это можно найти в наших магазинах, основное производство это Голландия, немножко Германия и Чехии, ну и конечно, качество звука не моно, астерео, так что ждем в наших магазинах меломан Марвин, пишите в комментариях, какой проигрыватель вы хотели бы приобрести для себя, ну и вообще в целом пишите, что вы думаете о наших проигрывателях, до новых встреч и с наступающим вас Новым Годом, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова